Мы – наследники города воинской славы. Под таким девизом прошла праздничная программа, посвященная Дню Защитника Отечества. Молодежь Анапы считает, мужчина всегда должен быть способным защитить свою семью, свой город и свою родину, вне зависимости от того, военный он или нет. Уже не раз говорилось, что Россия – это доблестные воины, Россия много переживала, прошла многое. Поэтому мы сегодня пришли сюда со студентами, чтобы морально поддержать всех тех ветеранов Великой Отечественной войны, которые защитили нас, чтобы сегодня мы отметили этот праздник. Ну и так как Анапа – город воинской славы, а мы, молодежь, надеемся и будем верны этому званию. Я рад поздравить всех защитников Отечества, которые уже отслужили, либо которые только собираются отдать долг своей родине. Бояться армии не надо, там хорошо, замечательно, сам знаю, сам служил, и я доволен, что я прошел эту школу мужества. У людей старшего поколения особенно тяжелая судьба. Они рисковали жизнью ради счастья своих детей и внуков. А сколько тех, кто остался на полях сражений? Мелодии военного духового оркестра, Института береговой охраны ФСБ, танцы, песни, стихи творческих коллективов навеяли ветеранам воспоминания о тех далеких и трудных годах, о боевых товарищах. Позволили вновь почувствовать радость Великой Победы. По звуке фанфар внесли красные знамена – символ чести, доблести и славы России. Невзирая на политические перемены в судьбе Отечества, отношение к красному знамени было и остается непререкаемым. Под ним русские воины побеждали врага, бились насмерть за победу. Председатель Совета ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов города-курорта Анапа Анатолий Гапонов и ветеран Великой Отечественной войны Павел Кухоль дали молодым защитникам наказ доблести служить на благо Родины. Дорогие наше будущее, наша молодежь, берегите честь и славу нашей Родины, берегите ее в рубежи. Дорогие наследники города воинской славы, проявите от Анапского городского совета ветеранов самое искреннее поздравление с Днем Защитника Отечества. Чтоб на ваши плечи никогда не было тяжелое время военных баталий. Чтоб кому если придется, то на картах теоретически и на учебных полях решать военные проблемы. Здоровья, семейного благополучия и всего доброго. И будьте достойны чести русского оружия и чести города воинской славы Анапа. В городах у достойных почетного звания город воинской славы небо озарили праздничные салюты. Под марш прощания славянки Анапу тоже покрыло прекрасное многоцветие огней. Яркое свидетельство того, что этот день – день воинов всех поколений. Светлана Орелова, Роман Карпов, Анапа-регион.